Поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят вокруг нашей страны. В Соединенных Штатах объявили о выделении нового, срочного пакета военной помощи Украине. Но я уже не говорил про это. Смысл в чем? Вы помните, да, они всегда делили там полтора-два миллиарда, это были большие пакеты, в которые включали себя вооружение и технику. А малые пакеты, там от 200 до 400 миллиардов, включали в себя, это был малый пакет, и он включал в себя в основном боеприпасы, расходные материалы. Так вот, они дают нам малый пакет. 300 миллионов, это пакет направлен на закрытие критических потребностей Украины. Средства на этот пакет были найдены в результате выявления экономии по прошлым контрактам. В пакет вошли ракеты для ПЗРК «Стингер», дополнительные боеприпасы для «Хаймарс», боеприпасы для артиллерии калибра 155, включая кассетные, боеприпасы для артиллерии калибра 105 миллиметров, противотанковые гранатометы АТ-4, дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для расчистки заграждений, запасные части оборудования для технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование. Общая стоимость пакета 300 миллионов долларов. Прямые поставки из запасов армии Соединенных Штатов. То есть, это сейчас будет погружено в самолеты и начнет доставляться непосредственно уже границам Украины. А дальше мы будем его получать. То есть, самый быстрый способ поставок и реакций. А может быть, запасы же армии Соединенных Штатов есть и на Европейском континенте. Поэтому вполне возможно, что и отсюда. Но это срочный пакет помощи, экстренный, как они сказали. И я думаю, что он очень быстро появится в Украине. Дальше. В Словакии прошел митинг в поддержку митинг протеста против политики правительства Словакии, антиукраинской политики. И в поддержку Украины. Протестующие огорчены резкой критикой военной помощи в Украине. Акция началась с сигнала тревоги. И, как сказал организатор протеста, люди в Украине слышат это каждый день. Да, у нас вчера в Киеве прозвучал тысячный сигнал воздушной тревоги. Тысячный. То есть, тысячу раз в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги. Сегодня уже пошел счет на вторую тысячу. Далее. Количество участников в акции оценили в пять тысяч. Хотя организаторы говорят, что больше. Ну, всегда мы знаем, что правоохранительные органы всегда занижают это число, дабы не показать массовость таких событий. Далее. Европарламент одобрил законопроект о криминализации нарушений обхода санкций Евросоюза. То есть, теперь, если раньше, те, кто помогал России, ну, вот так, как Армения, допустим, на сегодняшний день, главный хаб по поставкам санкционных товаров в Российскую Федерацию. Если раньше, максимум, что грозило, допустим, той же Армении за нарушение санкций и поставки товаров по серым схемам, это попадание под вторичные санкции, то сегодня этот вопрос криминализировали. То есть, теперь возникает уголовная ответственность как юридических, так и физических лиц за поставку санкционных товаров в Российскую Федерацию. Европейский Союз будет, ну, они будут подавать, во-первых, будет замораживание. Санкции ЕС могут включать замораживание средств и активов, включая криптовалюты, то есть, и это уже контролируется. Запрет на поездки, эмбарго на поставку оружия и ограничения для бизнес-секторов. Хотя санкции вводятся на уровне ЕС, их исполнение используют страны-члены. Определение нарушений санкций, связанных с этими наказаниями. Вот, то есть, вот сейчас, допустим, Франция хочет передавать Армении оружие. Если будет выявлено, что, доказано, что Армения нарушает санкции, поставляет эти товары в Российскую Федерацию, значит, она не сможет, не сможет, Франция передать ей даже пистолетного патрона. Так что надо подумать. Для тех, кто организовывает серые схемы для поставок в Российскую Федерацию, прежде чем делать, подумайте, посмотрите на вот этот закон, уже закон, потому что 543 депутата проголосовало, против 45 воздержались 27. То есть, подавляющим большинством депутатов Европарламента принято решение криминализировать обход санкций против Российской Федерации. По данным разведки, Россия, скорее всего, возобновила поставки боеприпасов из Северной Кореи. После почти месячного перерыва в северокорейский порт прибыл в сухогруз корабль, скорее всего, под названием «Леди Эр». И пришвартовался к причалу номер один северокорейского порта «Рассон». В воскресенье, 10 марта они отшвартовались. Ранее суда швартовались к первому причалу, выгружали контейнеры синего цвета, которые используются для перевозки боеприпасов. А потом перешвартовывались на второй причал, где загружались такими же контейнерами. Так происходили поставки. Сейчас идет выгрузка синих этих контейнеров с этого сухогруза. И посмотрим... Он и ранее курсировал между Северной Кореей и Российской Федерацией. Посмотрим, какие контейнеры и что они повезут. Я думаю, видите, как разведка реагирует мгновенно. Только судно зашло, тут же уже спутниковые снимки. И контейнеров на причале, и пришвартованного судна сухогруза к причалу. Даже точно знаем, видите, к какому причалу пришвартован. Что делает? Выгружает. Что? Контейнеры синего цвета. Что в них перевозилось? Боеприпасы. Так что посмотрим. Либо это возрождение поставок, скорее всего. Потому как Россия... Понимаете, одно дело... Вот, кстати, опять же, к разговору о... Россия сказала, что они вышли на более чем 3 миллиона 250 тысяч наряда в месяц. Да? Так если мы вышли на такой уровень, более 3 миллионов боеприпасов в год. Видимо, не хватает. Видимо, не хватает. Видимо, фронт говорит, на бумаге есть, а вот стрелять нечем. Поэтому, несмотря на низкое качество северокорейских снарядов, все равно идут и хотят возобновить поставки. Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. И это будет 308 миллионов евро. Они постоят. Я говорю сразу в евро, потому что в датских кронах это 2,3 миллиарда. Вот. Финансирование будет артиллерийских систем «Цезарь» и боеприпасов к ним. Причем эти «Цезари» заказывают. Те, которые у них были, они уже отдают нам сейчас. А новые они заказывают, но для нас. Не для себя, а для нас. Кстати, Дания является локомотивом вот в этом призыве отдать сейчас. И все, что есть и все, что надо для Украины отдать сейчас из армейских запасов этих стран Европейского Союза. А себе потом заказать и поставить в строй. Ну, пока не нашло такого массового поддержания. Пока страны помалкивают европейские. Ну, посмотрим, как может это и подтолкнет другие страны к аналогичным действиям. Тогда вопросы комплектации вооруженных сил и сил обороны Украины будут решены гораздо быстрее и легче. Ну, и сегодняшняя вишенка на торте военно-политического блока будет довольно интересная. На оккупированных территориях Украины расистское командование усиленно ищет дезертиров. Усиленно. Активизировались, смотрите, созданы специальные мобильные группы военной полиции Министерства обороны Рашистской Федерации. На оккупированных самое большое массовое бегство это Луганская и Донецкая области Украины. Временно оккупированы расистскими войсками. Что они делают? В связи с тем, что количество дезертиров из подразделений оккупантов в конце 2003, в начале 2023 года, в конце и в начале 2024 года, постоянно растет. На оккупированных территориях активизировались мобильные группы военной полиции, соединенные с Росгвардией и оккупационной полицией. То есть в комплексе Росгвардия, то что я вам говорил, что Росгвардия привлекается для отлова, полиция, которую они формируют там на местах, и военная полиция. Что делают? Такие мобильные группы работают преимущественно на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Они действуют без опознавательных знаков и очень жестко. Любые попытки снять их работу на видео оканчиваются физическими расправами. Отмечается, что такие группы в последние 5 месяцев начали активно терроризировать местных жителей. И кроме поиска дезертиров, они также активно выявляют лиц, не вставших на военный учет. То есть кроме того, что они ловят дезертиров, сбежавших из частей, они еще и выискивают военнообязанных, то есть тех, кто подпадает под критерий военнообязанного и силой привозят в военкоман. То есть фактически устраивают облавы на людей. Это вот то, что я всегда говорю, что нельзя, нельзя надо бороться за нашу независимость, надо бороться. Потому что вот так придут, отловят, поставят в строй и заставят воевать. Не откажутся, расстреляют. И, кстати, расстрелы перед строем расширские командиры опять начали практиковать. Потому как мобилизованных становится в частях все больше, кадровых военных все меньше. Даже контрактники, они тоже из числа мобилизованных, то есть, ну, они там называют себя добровольцами, что они пришли в военкомат сами подписать контракт и послужить. Ну, неважно. У них после того, что это не контрактники действительные, которые были подготовлены более-менее, это люди, которые пришли уже с гражданки. И когда они сталкиваются с реалиями войны, то у них происходит переоценка ценностей. И очень часто мы даже в перехватах, наша разведка публикует эти перехваты телефонных звонков родственникам, где они говорят, все, завтра бегу, бросаю автомат и убегаю. Единственное, не бросайте автомат, иначе вас пристрелят как оленя, как бегущего оленя. Вот такие мобильные группы, которые действуют под прикрытием без опознавательных знаков. Оружие вам пригодится для наведения порядка в самой Российской Федерации, когда вы домой приедете. Ну, а также, чтобы вы добежали до своего дома. Так что берите побольше патронов и бегите. Бегите домой, но с оружием. Вот такое мое пожелание для российских оккупантов, которые приехали сюда повоевать. Много вы тут не навоюете.